В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале выпуска коротко об основных событиях. День спасателя в Ленинском городском округе чествуют представители героической профессии. По итогам деятельности Ленинский пожарно-спортный горизонт занял первое место среди подразделений Московской области. Возвращение традиций в Подмосковье стартовала акция «Читающий транспорт». Отлично, интересно. Что-то новенькое у нас в городе появилось. Видновский дом ребенка посетил главный волшебник по Ленинскому городскому округу. Ну-ка, елка, встрепенись! Ну-ка, елочка, зажгись! С 1995 года, 27 декабря, в России отмечается профессиональный праздник – День спасателя Российской Федерации. Чествуют представители этой героической профессии в Ленинском городском округе. Подробнее расскажет Юлия Погосян. С просмотра ролика к 90-летию Ленинского района началось торжественное чествование спасателей муниципалитета в их профессиональный праздник. Десятки грамот и благодарственных писем были подготовлены ко Дню спасателя России. Звучит гимн. И на сцену выходит глава городского поселения «Видное» Моисей Шамаилов, чтобы поздравить гостей. Я хочу вас поблагодарить от имени главы района и от себя лично, выразить вам пожелания мира, добра, благополучия, удачи, чтобы вы всегда довольны защищались живыми, невредими, здоровыми. Самые трудолюбивые, самые отважные и сильные спасатели Ленинского городского округа получили почетные награды не только от администрации муниципалитета. Награждение провел и почетный гость из главного управления МЧС России по Московской области Дмитрий Киселев. Он отметил высокий профессионализм работы нашего подразделения. По итогам деятельности Ленинский пожарно-специальный гарнизон занял первое место среди подразделений Московской области. А это 44 гарнизона. В течение всего года Ленинский пожарно-специальный гарнизон показывал хорошие показатели. Лучших из лучших Дмитрий Киселев наградил нагрудным знаком. В течение этого года активная работа велась и по пропаганде безопасности. Статистика показывает, что в 90-е годы этим направлением мало кто занимался. И сейчас спасатели пытаются наверстать упущенное время. Сегодня они выезжают в образовательные учреждения, чтобы проводить уроки по профилактике мер пожарной безопасности. Статистика показывает, что на территории Российской Федерации снижается количество пожаров, в том числе гибели людей при пожарах и травмирование людей при пожарах. Так как подрастающее молодое поколение, оно пропагандирует полученную информацию в образовательных учреждениях, пропагандирует данную информацию среди своих родителей, бабушек, дедушек, напоминает им о необходимости, требовании соблюдения пожарной безопасности. Несмотря на праздничный день, отдыхать спасателям некогда. Поэтому сразу после мероприятия многие из них отправились исполнять свой служебный долг. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Виднет.В В продолжение темы. Фотовыставка под открытым небом открылась в сквере «Юность» на улице Заводской. В этот раз она посвящена сотрудникам Ленинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Они же стали и ее соавторами. Эта выставка, инициированная сотрудниками районного историко-культурного центра, стал своеобразным подарком пожарным. А потому и название получила – «С днем спасателя». Впрочем, и сами герои выставки принимали участие в составлении экспозиции. Ее создателям пришлось посмотреть сотни снимков и выбрать лишь 56 самых ярких. Мы руководствовались при выборе фотографии. Объем, если честно, фотографий очень большой. Просто брали, смотрели и взяли формуляры исторические, выбрали фотографии из истории, из работы с детьми, работа на пожарах. И то, что действительно показывает нашу работу, нашу жизнь. Ленинский пожарно-спасательный гарнизон ведет свою историю с 50-х годов прошлого века. Фотографии того времени и расположены на одном из стендов. В целом же выставка охватывает всю историю подразделения. Мы хотели показать историю пожарного дела в Ленинском районе. Как идет подготовка к главному – это к тушению пожаром и к различным чрезвычайным ситуациям устранения в нашем районе. Ну и работать с населением, с детьми, показать соревнования, праздники. То есть охватить весь объем работы. Первую экскурсию для коллег провел заместитель начальника Ленинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России Денис Белоусов. Впрочем, большинство фотографий столь выразительны, что объяснений не требуется. Вот 2003-2004 год. Очень такая живописная получилась. Мы показывали элемент прохождения полосы психологической подготовки, огневой полосы. Одним из героев, попавших в объектив фотоаппарата, стал Константин Жаворонков. На мероприятии по случаю открытия выставки он выполнял роль звукооператора. Хотя настоящая его работа – раскручивать не провода, а пожарные шланги. Вон, видите, стоит диджей, руки в карманы он воткнул. А вот он здесь, на этой фотографии, после пожара, посмотрите. Классная фотография, мне очень нравится. Улыбаются ребята, отработали, видно, уставшая улыбка на лицах такая. И действительно, за этим снимком, как и за многими другими, скрывается своя небольшая история. Этот снимок сделан примерно полгода назад, наверное. А при каких обстоятельствах что там случилось? Обстоятельства. Горела квартира на первом этаже. Мы тушили. Сначала зашли со стороны двери. В квартире были очень черные занавески темные. Мы зашли, ничего не видно, дым черный. Потом прозвучала команда на выход, мы вышли на улицу. Решили зайти через окно уже, через полестницы забрались. Дернули эти занавески, нашли очаг, потушили. А потом сидели, отдыхали уже после пожара. Сотрудниками историко-культурного центра был опробован формат передвижных выставок, которые проводились в школах Видного. Планируется, что и эту выставку также покажут видновским школьникам. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. У нас в гостях начальник Ленинского пожарно-спасательного гарнизона, подполковник внутренней службы Александр Коврижных. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Традиционно получается у нас и День спасателя в конце года, и время подведения итогов. Скажите, каким год был? Спокойным, беспокойным? Для нас год был довольно-таки ровным, если брать крупные пожары, чрезвычайные ситуации. Было несколько пожаров по повышенному номеру вызова. Мы выезжали, но достаточно четко отработали, не допустили превышения регламентов. То есть, хорошо сработали и не допустили больших серьезных проблем для нашего района и городского округа. Ну, сейчас грядут большие новогодние праздники. Как я понимаю, вы готовитесь совершенно не так, как готовится, скажем так, большинство жителей России к этому празднику. Как готовитесь вы? Ну, естественно, для нас праздники – это тяжелые будни. У нас введен режим повышенной готовности. То есть, мы вводим всю резервную технику в расчет личный состав. У нас предусмотрены резервные смены для того, что если что-то вдруг произойдет, мы могли четко отреагировать на чрезвычайные ситуации пожары. То есть, мы работаем, готовимся. Ну, а если вот несколько самых простых советов нашим гражданам, чтобы они не делали вам дополнительной работы в эти дни? Во-первых, покупать правильную продукцию. Во-вторых, правильно ее использовать. И использовать площадки, которые подходят для того, чтобы ее можно было использовать. Насколько я знаю, список, кстати, этих площадок есть, и с ним можно ознакомиться на сайте администрации. Конечно. Ну, и, естественно, сейчас мы будем входить в минусовые температуры на праздниках. Это будут 100% в бане. То есть, надо гражданам поаккуратнее, то есть, отопительные приборы и повнимательнее следить за своими праздниками и за своим поведением на празднике. Угу. Но в преддверии праздника Дня Спасателя и перед новогодними праздниками вы имеете возможность обратиться к своим коллегам. Уважаемые спасатели, пожарные, поздравляю вас с Днем Спасателя. Мы очень хорошо отработали в этом году спасателей Ленинского пожарно-спасательного гарнизона. По итогам года мы заняли первое место в области. Это наша четкая, слаженная работа всего нашего коллектива. И хочу пожелать вам, дорогие друзья, во-первых, поменьше и исключить вообще по возможности неоправданный риск на пожарах, на чрезвычайных ситуациях. Пожелать всего самого доброго вашим близким, семьям, ну и любви близких вас и родных людей. Всего самого-самого доброго. Ну что ж, мы присоединяемся к этим поздравлениям. Спасибо большое, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с начальником Ленинского пожарно-спасательного гарнизона, подполковником внутренней службы Александром Коврижных. К другим новостям. В Подмосковье стартовала акция «Читающий транспорт». 200 автобусов в 46 городских округах превратились в читальные залы и площадки для обмена книгами. Пять из транспортных средств будут курсировать в городе Видное. На одном из таких автобусов прокатилась и наша съемочная группа. Министерство культуры Московской области и МОСОВЛТРАНС запустили необычную совместную акцию под названием «Читающий транспорт». Накануне старта в библиотеках муниципалитета кипела работа. Надо было подготовить 250 книг к отправке в рейс, наклеить логотипы акции, возрастную маркировку, вложить информационные буклеты. Ради чего этот проект и запускается? Это еще раз привлечение нашей некогда читающей, самой читающей в мире страны вновь обращение ее к книге. Напоминание о том, что есть библиотеки, что мы всегда открыты для наших посетителей и ждем их для того, чтобы помочь им прочитать самую интересную книгу в своей жизни. 26 декабря 200 автобусов в 46 городских округах Подмосковья превратились в читальные залы на колесах. Первый автобус под слоганом «Читай без остановок» отправился из Видновского ПТП. Сегодня отправляем первый автобус. Предполагается, что их всего будет пять по городу курсировать. И постоянно, периодически будет обновляться ассортимент. Если у вас есть какие-то ненужные, невостребованные книги, приносите их в библиотеку, и они найдут применение в этой акции. Дойдешь в автобус, не в телефоне будешь ковыряться, а, допустим, откроешь книжку и прочитаешь знакомые, незнакомые слова. Тоже очень приятно. В нашей повседневной жизни очень нужно читать. В акции принимают участие книги, списанные из библиотечных фондов, подаренные читателями, и литература из личных собраний сотрудников библиотек. Джек Лондон, Рэй Брэдбери, Александр Дюма, Виктор Пелевин, Дарья Донцова. Словом, каждый пассажир найдет что-то по душе. Вот в таких кармашках лежат информации об акции, афиши на ближайшие дни и, собственно, книга. Как современная литература, так и классика. При желании можно взять книгу с собой, а прочитав, обратно вернуть ее в кармашек. В афише, кстати, можно найти информацию не только об интересных мероприятиях в библиотеках муниципалитета, но и о концертах, выставках, кино и театральных премьерах в учреждениях культуры всего Подмосковья. Первым пассажирам читающего автобуса акция пришлась по вкусу. Очень интересная акция. Книги это всегда очень хорошо. Читали эту книжку. Понравилось. Ребенка есть чем занять. Возьмите с собой? Обязательно. Отлично. Интересно. Что-то новенькое у нас в городе появилось. Мне очень нравится Донцова Дарья. Молодец. Возьмите с собой? Я подумаю. Наверное, нет. Оставлю еще кому-нибудь. Вдруг еще пассажиров будет интересно почитать. Уже сейчас акцию планируется сделать бессрочной, а в течение 2020 года увеличить количество читающих автобусов до 600. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Видновский дом ребенка посетил Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Сказочные персонажи подготовили для малышей массу игр и забав. Ребята водили хороводы, пели песни и танцевали. И с нетерпением ждали, когда же Дедушка Мороз зажжет огни на новогодней елочке. Ну-ка, елка, встрепенись! Ну-ка, елочка, зажгись! Поздравить воспитанников и сотрудников Дома малютки с грядущим Новым годом приехал главный волшебник по Ленинскому городскому округу, глава муниципалитета Валерий Венцель. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие ребята. Но я не с пустыми руками пришел. Я на самом деле не самый главный волшебник, самый главный у нас все-таки Дед Мороз. Я от всей души хочу всех поздравить с наступающими праздниками, с Новым годом, с Рождеством Христовым. Пожелать всем здоровья, счастья, успехов, чтобы почаще вот здесь, в этом замечательном нашем доме ребенка, царил смех, радость, уют. Вот, детишки, чтобы не болели, самое главное. Вот, я от всей души всех поздравляю с наступающими праздниками. И какой же Новый год без подарков? Ребятам вручили сладкие наборы и игрушки. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok